Женщину надо возражать как самую любимую. Вы скажете, а если у меня жена не самая любимая? А это сто процентов. Мы не можем быть самыми любимыми друг к другу, потому что мы друг к другу как наслаждатели, так и мучители. Мучитель не может быть самым любимым. Мы говорим с вами о уважении. Что такое уважение? Уважение – это аскеза. Что значит аскеза? Это значит, что я делаю так, потому что так надо. Веды говорят, сначала человек делает как надо, а потом делает как хочет. Вот, допустим, человек встает рано утром, он знает, что так надо жить. Рано ложиться, рано вставать. Знает, что так надо жить. Сначала он это делает, потому что так надо. Проходит несколько лет, он это так делает, потому что так хочет. И сначала надо делать как надо, а потом формируется со временем. Итак, уважение мужчины к женщине, как самой любимой. Она не самая любимая, понятно, потому что она мучает, но надо относиться как к самой любимой. Это уважение. Что это даёт уважение? Даёт нормальную жизнь. Не будешь уважать – в жизни нормальной не будешь. Как надо уважать женщину? Очень чутко вести себя. Допустим, жена говорит, почему не снимают ботинки возле входа? Ну ты думаешь, какая разница, где снимают? Мужчине понятно вообще, зачем их снимать возле входа. Василь Ивановича лампочку заворачивать начал, вляз на ноги. Зальёшь на ту, он на твою лампочку и говорит, «Гослав Иванович, может, газетку постелить?» Он говорит, «Да, он-ка, я и так достану, не волнуйся». То есть у неё мышление такое, грязь себя разбудит. А он думает о лампочках. Понимаете, у мужчины другое восприятие мира. Он не понимает, зачем носки должны лежать в одном месте. Как бы у него один носок в одно место пошёл, в другое – в другое. Потом они соединяются вместе сами. И наши носки рождаются в мужчины две в шкафу чистые. И там создаются. Он знает, что они там есть. А если нет, то у него вложат квадратную. Он говорит, «Где на Киеве?» Жене, в шоке. В шоке, почему нет носков? Он в ужасе. Она думает, а почему бы они должны там появиться? Я говорю, где жевать? Где жевать? А жевать надо ведь готовить. Это круто. Видите? То есть, к женщине как надо относиться? Уважение к женщине означает, что я ни на что не рассчитываю. Если нет носков в шипанере, значит, ничего страшного. Может, пошёл на улицу без носков. Он говорит, что такое? На носки не нашёл. Босиком пошёл. В огород. А на дворе? Это путь, да? Он говорит, что сейчас ещё простынешь. Да нормально всё будет. Пошёл босиком. Всё равно уж думать нельзя. Нельзя, нельзя. Носки надо всегда стирать. Грязно не хочет ходить. Я без носков простудится. Ну, я примерно. То есть, вариант такой. Ну, можно взять, саму постирать. Погладить кто-нибудь еле пойти. Жене скажет, моя хорошая, что-то носков не было сегодня. Ты скажешь, носков нет, скотина! От этого лучше будет? Нет. Ну, не понимает она, что надо стирать носки. Не воспитали, не научилась. Карма твоя не позволяет тебе. Носки будут всегда хороши. Не позволяет твоя судьба. Так сложилось, что она не замечает этого. У неё как бы... Она постоянно в мечтах и забывает про носки твои. Ну, судьба у тебя такая. Такая досталась жена тебе. Что делать? Есть только один выход. Очень мягко и нежно напоминает. И сегодня прязник пошёл. И говорит, как, нормально прязник? Нет. А боль внутри такая. А, скотина, не хочется сейчас убить. Воль внутри, надо спокойно. Уважение к женщине означает не обращать внимания. Учиться не обращать. Как, с помощью молитвы? Боль возникла, помолись в сердце. Как изменить ситуацию? Придёт время, и она начнёт стирать носки. Почему? Потому что ты с помощью любовью пробил плохую судьбу. Ты любовью ей говорил, вот мне бы хотелось, чтобы носочки всегда лежали перед кровью. Хотя бы одна пара. Мне бы хотелось, чтобы, когда я прихожу с работы, чтобы уже было готово пища. Потому что, когда ты готовишь, кто-то начинает готовить, когда я прихожу с работы, у меня по коже так сильно сосёт, что хочется сожрать ребёнка. Ну так, аккуратненько как бы объяснять. То есть, как уважать женщину? Очень чуткое, заботливое отношение. И спокойное отношение к её недостаткам. У каждого человека есть недостатки. Своих человек не сильно воспринимать как что-то важное. Ну, подумаешь, я мало зарплаты приношу, ничего страшного. Но то, что она готовит мне вовремя, то вообще невозможно терпеть. Вот ты мужчина, а ей, например, невозможно терпеть, что ты не хочешь работать. Ей тоже невозможно терпеть. Она женщина. И надо что делать? Уважение означает, я терплю, спокойно отношусь к недостаткам близкого человека. Это уважение. Чуткое, заботливое отношение к женщине. У нее очень мягкий, чуткий характер. Она постоянно устает от эмоций лишних. Куда-то сходила, допустим, она всё устала, не могу всё. Это женская природа. Она всегда устает от активности. Поэтому женщина любит тишину не так, чтобы не сильно её смотрели. Она любит уединяться иногда. Потому что у неё чуткая система. Женщина живёт в очень чутком пространстве. Она всё чувствует, на неё всё влияет. Одним женщинам тяжело при свете. Другим при звуке. Третьим кузы не нравятся. В четвёртом запахе она ходит нейтрализует запахи. Одна кузы нейтрализует плохие. Третья как бы везде освещение меняет. Ну, то есть, у женщины очень чувствительность большая. У каждого своей как бы особенностей. Надо это нормально относиться. Она говорит, не включай сильнее свет, не могу терпеть. Надо так сделать. Хорошо. Чё страшно. Пускай у нас всегда цветы будут дома. Но не могу как бы каждый день покупать. У нас денег нет. Сделай так, чтобы были цветы. Хорошо купил искусственные поставили. Натушил их маслом ароматическим. Ну, ничего, нормально. Так мне тоже нравится. Ну, слава Богу. Как можно так выживаем. Ну, то есть, есть какие-то особенности в женской психике. И уважение к женщине означает принимать ее. Не требует ничего другого. Вот она такая принимательная. Все. Это больно. Внутри больно, что женщина такая-то больно. Эту боль предпеть надо и преодолевать с помощью молитвы. Теперь сразу же возникает вопрос. А нафиг нам не это надо? Сейчас объясню. Сейчас объясню, почему мне это надо. Анекдот есть такой. Мужик по пустыне идет, смотрит, стоит бочка с пивом. И мужик торгует пивом. Он говорит, сколько пива стоит? Тысячу баксов. Кружка. Он говорит, а что так дорого-то? Прайвись по пустыне, найди лучше. Понимаете, почему такая жена мне досталась? Потому что прайвись по пустыне, найди лучше. И тогда такая судьба, брат. Попытайся это понять. Некоторые думают, ну не судьба, это моя. Хорошо. Если ты не понимаешь с первого удара, поймешь со второго. Но второй удар может быть нокаутом. Потому что следующий удар всегда больнее предыдущего. И короче. Сначала был длинный удар, второй уже короче, а третий совсем по башке. Понимаете? Ну то есть, когда человек думает, что следующий брак будет лучше, это вот так вот. Первый удар был длинным. Сначала семья разрушалась долго. Жили вместе долго. Разошлись. Следующий брак, все произойдет короче. А следующий просто по башке на месте, все. И человек, когда останавливается, когда он понимает, ловить нечего. Так лучше понять сразу из теории, зачем экспериментировать на своей жизни. Некоторые говорят, а у меня в следующем браке все хорошо. Да, если ты изменился сам, работал над собой, когда не победил свою, но этот брак не сохранил, значит в следующем будет все хорошо. Не бывает так, что у человека всегда все плохо. Нужно трудиться над своей судьбой. Если ты не трудился, ни в этом, ни в следующем не будет хорошо. Надо работать, надо под отношениями. Понятно, что не сохранил эти, ничего страшного. Будут следующие, если будут. Бывает так, что человеку уже не положено. Он разрушал семей, и он уже не может. Вот совсем как бы тяжелость. Такое тоже бывает. Но человек не должен быть одиноким. Особенно женщина. Женщина всегда должна быть семейной. И есть три понятия семьи для женщины. Попытайтесь понять это. Внимательно слушайте. Женщина должна жить в духовном окружении. Она должна иметь наставник, как всегда. И она должна иметь духовное окружение, веру свою на Бог с нами. И в этой вере духовное окружение – это ее семья. Понимаете, она может всегда поплакаться, всегда спросить, задать вопрос. Ей на него ответят. Это семья для женщины, которая никогда не разрушится. Там нет разводов. Всегда одни и те же люди. Всегда она получает заботу. Второе понятие семьи для женщины – это ее родственники. То есть это ее дети, родители, родственники, с которыми она всегда может решать вопросы. И третье понятие в лучшем варианте для женщины семьи – это когда есть муж. Ну какой муж? Ну пусть объелся груш или метр с кепкой. Ну какой угодно. Главное, что муж. Это самый лучший вариант для женщины. Какой для женщины самый лучший вариант, когда карма сильнее отрабатывается? Сильнее всего у женщины отрабатывается карма с мужем. Не расслабишься. Это самый лучший вариант. Сердце спокойно. Снаружи там посуда летит, а сердце спокойно. Карма отрабатывается. Еще лучший вариант, если есть дети. Карма еще сильнее у женщины отрабатывается, потому что когда есть дети, вообще не расслабишься. И все равно, ну нормально, жизнь течет нормально. Как ты живешь? Нормально. Я говорю, да ты живешь как-то? Какая жизнь? У меня двое маленьких детей. Ну как же, нормально. Вот. То есть, ну очень тяжело, но нормально. Почему? Лучше карма отрабатывается с детьми у женщин. Но некоторые женщины думают, что они одинокие. Женщина не может быть одинокой по определению. Почему она одинокая? Потому что она невежественная. Почему женщина одинокая? Потому что у нее нет веры. Она не понимает, что без веры нельзя жить. Нужно иметь религиозный круг. Нужно иметь наставника, близкие отношения со старшими, с травмами и с плачами. Женщина не может жить без близких отношений. Веры есть. Все равно человеку не хватает. И не хватает близких отношений с родственниками. Создавая отношения с матерью, с отцом, с тройкой отношений, с братом, с родственниками, и не хватает родственников. Родственники есть, чего-то еще не хватает. Не хватает мужа, но не всегда положено. Ничего страшного. Женщина может быть без мужа, если все хорошо, если есть отношения. Женщина не может жить без семьи. Запомнили? Женщина, у которой нет семьи, нет жизни. Есть большая семья расширенная, есть поменьше или совсем маленькая. Теперь ко мне на утренней лекции подошла одна женщина и говорит, «Коллег Геннадьевич, замуж не берут уже 40 лет. Я одна». Где-то слово последнее «я одна» означает невежество. Смотрите, решается все очень просто. Женщина находит свою веру. Если она нашла веру. Смотрите, до этого она как волк одинокий жила. Легко одинокому волку найти себе близких людей. Очень трудно, потому что вокруг одни шакалы. Тяжело с людьми сходиться. Особенно в возрасте там, 40 лет, тяжело с людьми сходиться. За кого замуж выходить? У него своя жизнь, у меня своя. Как сблизиться с людьми? Невозможно. Я одна живу. Невозможно найти никого. Что делать? Пойми одну вещь. Перестань быть одиноким волком. Найди свою веру. Когда вера находится, семья состоится. Ты где находишься? Среди близких людей, с которыми ты беседуешь о Боге, с которыми ты ходишь на духовные службы, с которыми ты вместе молишься. Если у тебя есть близкие люди, значит, среди них можно найти себе близкого человека, уже мужа. Видите, уже легче. Когда есть близкие люди, легче. Когда ты совсем одна, это значит, ты неверственный человек. Ты просто не живешь правильной жизнью. В этом мире не надо жить одному. Поэтому смотрите, как жизнь складывается у нас. Мы живем, семья, работа, телевизор. У нас нет друзей. Смотрите, как раньше люди жили. Они жили дружбой, и жизнь у них была выше качества. Есть такое понятие в общественном здоровье, которое занимается качеством жизни. Что такое качество жизни? Внимательно слушают песни и передают настроение. «Выйду на улицу, гляну на село. Детки гуляют и в небе село». Как в селах раньше жили люди? Они были вместе, понимаете? Вот сейчас я живу, у меня девятиэтажный дом. Я кого-нибудь там знаю, нет? Никого не знаю. Мы разные там совсем. Соседи не знают, никого не знают. Девки гуляют на улице, нет? Не отходят на работу. Садятся в машину. Я когда в Сан-Францискской лекции читал, я вообще был в шоке. Там вообще людей на улице нет. Все ездят в машинах. Я вышел на улицу, нет никого. Большой город. Все в машинах. Страшно, понимаете? Такое одиночество такое. У меня такое давящее чувство одиночества такое в Америке. Что-то здесь пусто лежит. Кто был в Америке? Согласны? Пусто. Что-то давящее чувство одиночества. Почему? Другая культура. Менее восточная. Восточная культура означает вместе жить. Я вот недавно из Зимки приехал. Там люди живут большими семьями. Они вместе все. У них много друзей. Они очень в тесных отношениях. Западная культура – пустота. Нет друзей, есть работа, дома, телевизор. Все. В интернете. В интернете дружим. Надо дружить, общаться. Нужны отношения. Они возможны только в религиозной жизни, в религиозном кругу. Потому что есть зачем встречаться. Люди изучают духовное знание. Понятно, да? Искренние отношения. Основанные на вере всегда искренние отношения. Вот мы сейчас с вами так общаемся. У нас здравствуйная беседа сейчас. Видите, как интересно? Сердце открывается. Очень приятно такую беседу. Если я вам политику какую-то рассказываю. Вот этот лекс плохой, туда не ходите. Вот плохая карьера, плохая. Вам бы нету интересного. Интересно, когда беседа ведет только в ключе пчелы. Когда мы говорим о мерзии, это интересно. Когда Г начинается, немножко хотя бы. Вон. Тогда неинтересно. Политика – это боль. Религиозная раска – это боль. Осуждение других людей – это боль. А этот человек, а не иначе хороший или нет, это отстой. И этот отстой. Но про себя человек никуда не скажет, что он отстой. Это означает, что Г – муха. То есть человек не может слушать муху. Нет счастья в этом во всем. Счастье есть только в меде. Надо сладкий вкус искать. Не вонючий, а сладкий. Так мы говорим с вами о сладком вкусе. Мы пытаемся в лучшую сторону поменять жизнь. Движемся дальше. Уважение к женщине. Надо это прочувствовать. Надо понять. То есть я как жену уважаю. Она мучает меня. Я ее уважаю. Вот так мы же верим. Когда будет лучше? Когда придет время. Я верю в это. Потому что я вижу результат. Смотрите, интересно складывается жизнь у человека, который так поступает. Он каждый день молится для того, чтобы в сердце восстановить отношения. Но каждый день к вечеру ему становится хуже от поведения близкого человека. Он разочаровывается. Хотя он уважает. Потом опять с утра он восстанавливает отношения. Потом опять. Это значит, что судьба мучает его. Он сопротивляется, но он идет вперед. Идет война между судьбой и моим счастьем. Как добивается счастье через внутреннюю жизнь? Человек молится и постепенно его уже не трогает. Жена не мучает. Но он не мучается в это. Он привык. Ему хорошо. Он нормально себя чувствует. Сосед говорит, слушай, она где-то как орет. Он говорит, что ненормальный орет. Он туда как-то ими. Он привык. Так человек побеждает судьбу. Первый этап. Просто правильная жизнь. Я начинаю в внутренней жизни побеждать судьбу. Я верю в это. Неплохо. Два. Смотрите, есть два способа. Люди как двумя способами пытаются поменять судьбу. Первый способ. Просто колят друг друга. Это только разрушает жизнь. Что значит того? Указ на недостатки. Хоть как. Хоть нежно. Хоть ласково. Хоть как. Указ на недостатки означает уничтожать жизнь. Все. Только плохой вкус. Только осадок. Две мухи не могут жить вместе. Невозможно. Только пчелы могут жить вместе. В большом количестве. Мухи не могут ни одна вместе жить. Они одиночки все. Указано на недостатки другого человека близкого. Говорим, вот если ты будешь так со мной жить, я тоже буду с тобой хорошо. Невозможно. Счастья не будет никогда. Точно. Дальше. Общаемся о недостатках. Собираемся. Уже не указываем. У нас деликатные отношения. Мы изучили психологию. Общаемся очень деликатно. Ты постарайся вот так со мной жить. А ты вот так постарайся. Не ты сначала постарайся. Не ты сначала. Хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Видите, получше, да? Но все равно счастья нет. Это просто игра в счастье. Часто люди психологией нас занимаются и не играют в счастье. У них все классно. У нас хорошая семья. Все. Идем подружки. Внутри карты нас друг другу. Фигово. Но никому об этом не покажут. Звучит американская улыбка, да? Улыбки растянуты, глаза не могут растянуться. Почему? Потому что глаза показывают жизнь. Их не растянешь. И так, второй способ тоже неправильный. Просто играть в хорошую жизнь бессмысленно. Третий способ – молитва. Я не верю во внешние отношения. Я не верю, что просто глоба и указанные недостатки я смогу изменить существо. Что я делаю? Сажусь. И начинаю думать о Боге, молиться. Думаю о святом человеке. Читаю о его жизни. Кланяю в сухонии. Верю в то, что святость не поможет жизни. Видите, я последним говорю. Кажется, что-то непонятно. В сердце лучше становится. Так? Я просто мысленно это проделываю. И вы чувствуете, как-то раз, на сердце полегче. Значит, правильный путь. Правильный путь налегче. На сердце облегчение. Итак, смотрите. Правильный путь. Я не верю в то, что моя жена мучает меня, потому что мне не повезло. Я верю в то, что моя жена мучает меня, потому что так положено. Для моей жизни. Я не верю в случайности жизни. Я верю в закономерность. Я верю, что я не случайно встретился с человеком, так положено. И это значит, что жизнь скоро станет лучше. Я принимаю судьбу. Что значит принять судьбу? Тебя ругают и пытаешься понять, как действует судьба. Тебя, допустим, видишь, тебя ругают зные люди. Они просто завидуют тебе. Ничего страшного. Надо молиться и очищать сердце от той же злобы, которая приходит. То есть, если их ругань этих людей не трогает твое сердце, значит, это просто один удар. Не обращай на это внимания. Ругань людей трогает твое сердце. Значит, есть над чем работать. Там боль возникла. Обычная реакция. Сам дурак. Это реакция невежественного человека. Как разумный человек делает? Боль возникла. Очищаемся от этого молитвой. Боли не возникла. Пускай дальше гавкают. Тараван идет. Понятно, да? Так и в близких отношениях тоже. Близкий человек тебя входит. Молись. Прощай. Пытайся понять зачем. Поймешь – все правильно. Никогда не бывает так, что просто так колол. Конечно, есть подоплека. Он завидует. Он любит. Он ненавидит. Он не любит. Он раздражен. У него плохое настроение. Это подоплека. Но есть тайная глубина во всех действиях, которые происходят с умением жизни. Эту тайную глубину, когда человек замечает, он не обращает. Он не обращает внимания на каком настроении человек находится. Почему он так говорит в таком настроении? Дети реагируют на настроение. Родители говорят, допустим, почему не ходил в школу? На что ребенок реагирует? На злобу. Он думает, папа меня не любит. Он не думает, он там ходил в школу или нет. Почему? Потому что психика его очень больно реагирует на настроение. Если папа говорит, сынок, ты ведь не пошел в школу. Сынок говорит, да, я не пошел в школу. Он говорит, да почему? И сынок такой плачет и говорит, папа, не лей. Второй вариант. Папа, я фильм не посмотрел интересный. Третий вариант. Папа, у меня головка болит. Четвертый вариант. Папа, мне так тяжело там учиться. Вот смотрите. Первый вариант. Не лей. Что значит? Это значит, что в доме неправильная духовная атмосфера. Ребенку не может быть просто лей. Это наша среда, в которой мы живем. Допустим, мама болтает по телефону, папа смотрит, перелизит. Ребенок говорит, я не учил уроки. Учил уроки – это аскеза. В доме нет аскеза, все расслаблены. Как он будет учить уроки? У него нет разума. Он живет на том настроении, которое создано. Сознание нормального настроения. Ребенок будет в нем в этом ключе жить. Все. Первый вариант. Он виноват? Ребенок? Нет. Мы виноваты. Второй вариант. Я смотрел кино. Интересное. Поэтому не пошел в школу. Это значит, что у вас в доме нет совести. У вас нет поклонения Богу. У вас нет чистоты. Нет совести. В доме все врут. И ребенок в руку убьет. Поэтому он так живет. Третий вариант. Папа, у меня голова болит. Поэтому не пошел в школу. Это значит, что ты пропустил болезнь ребенка. Ты не понял, что он гриппом заболел. Ты не понял, что у него болезнь есть. Надо его лечить. Зачем ты его обвиняешь? Надо его лечить. Четвертый вариант. Папа, мне тяжело там учиться. Это вообще кошмар. Это значит, что он настолько тупой, что он вообще не понял, что ребенка надо в другую школу отдавать. Смотрите. Одна реакция. Скотина, почему не пошел в школу? Это одна реакция. Четыре варианта. Все. Невозможно просечь, если ты так связывал. Скотина, почему не пошел в школу? Не откроется, Скотина. Будет просто плакать. И ты не поймешь, почему же он все-таки не пошел в школу. Почему ты не поймешь? Потому что ты не действуешь с позиции разума. Чтобы действовать с позиции разума, чтобы сердце было достаточно сильное и счастливое, чтобы принимать боль, которая идет от судьбы. Понимаете? Боль приходит для того, чтобы тебе показать, что происходит. От ребенка пришла боль. Он не хочет идти в школу. Что это значит? Это значит, что тебе надо это проглотить, успокоиться и понять причину. Она всегда связана с тобой лично. Ты виноват. Не он, а ты. И исправляя свои проблемы, он тоже исправится. Такой принцип жизни в семье. Всегда. У меня была ситуация, когда родители чуть не уничтожили ребенка таким образом. У ребенка развивалось тяжелое психическое заболевание. Наступил тяжелый период жизни, и ребенок не мог учиться. Учеба в школе вызывала жуткое психическое напряжение. И распознали знакомые, опытные люди распознали, сказали, они пожаловались этим людям, говорят, ребенок не хочет учиться в школе. Ну не хочет и все. Жалуются, что тяжело. А преподаватели говорят, плохое общение связалось не с теми. Началось общение родителей, выяснилось, что что-то не то с ребенком происходит. Привели к психиатру, все как в театр, говорят, если бы мы еще месяц позаставляли ее учиться, она бы сошла с ума. Назначили лечение, на полгода от школы заходили. Результат – ребенок восстановился психически и начал учиться дальше. Если бы по-другому действовали, учись, скотина, тогда дур-дур результат. Видите, есть вещи, которые надо очень чутко воспринимать. Один мужчина очень сильно погружен был в работу. Это американская история, сейчас вам расскажу. И мужчина сильно был погружен в работу. Насколько сильно, что он просто не думал о семье. И у него на работе все начало разваливаться. Потому что без любви, которая создается в личной жизни, человек не может быть успешным. Он так влюбился со своими помощниками, что у него просто он начал банкротиться. И у него все почти развалилось. Один его друг помог ему. Когда ему совсем было тяжело, он ему принес вот этот значок. «Я тебя люблю» и подарил ему. И тот понял, что у него не все потеряно. Что ему не надо уходить, надо дальше продолжать. И он этот значок отдал своему сотруднику. «Я тебя люблю». Сотрудник пришел потом к нему. «А я думал всегда, что ты меня не видишь. Поэтому хотел уходить от тебя уже». Лиский сотрудник опытный. Остался. Тот подарил еще одну. Этот значок так прошел вокруг, вернулся назад к начальнику. В коллективе все восстановилось. И он говорит, куда я домой принесу. Принес, отдал сыну. И сын пришел на сообщение и сказал, папа, я хотел завтра уже жизнь качать самоубийством. И мне значок принес. Это реальная история. Понимаете, так мы живем. Мы ничего не видим, не слышим вокруг. Потом думаем, почему жизнь разрушилась. Потому что ты не хотел жить. Видите, просто капелька любви спасла человека, потому что он был разумным. Но капелька любви обычно возникает не от того, что кто-то нам что-то принес. Она приходит из сердца в время молитвы. С утра надо привести себя в порядок душевный. Надо вернуть себя от нормальной жизни. У всех попросить прощения и сердце сделать чистым и сильным. Даже если тебя пытаются уничтожить. Когда противник нападает, это лидический совет. Если противник нападает на тебя, ты должен сначала очистить сердце от злобы, а потом идти сражаться с ним, с чистым сердцем. Когда ты с чистым сердцем сражаться идешь, ни гнев, ни злоба, ни ненависть не сможешь изменить правильное восприятие мира. Какой боя побеждает, который пресса спокойно воспринимает все, что происходит вокруг? У него нет ни страха, ни злобы, ни гнева внутри. Он просто выполняет свой долг. Какой боя не может сражаться, как только гнев захватил сознание, сознание ослужается. Человек не может видеть свои удары, его восприятие уже никакое внимательное, и он не может победить. Поэтому очень правильная тактика у воинов какая? Они пытаются хоть немного досадить человека, ранить чуть-чуть, чтобы того возникнет. Когда гнев возникает, человек проиграл. Но если человек ранен и у него не возникнет, то противник содрогается от этого. Он видит, что это человек непобедимый. Понимаете? Страшно становится таким строгоцем. Он спокоен даже, несмотря на то, что ему руку отрубили. Значит, что он непобедимый будет. Даже если его убить, все равно ты его не победил. Человек, который всегда остается спокойным, у него невозможно победить. Поэтому попытайтесь это понять, это правило жизни. Человек, который в душе, в своем сердце остался спокойным, он не победил. ПОДПИШИСЬ!